Загадки, которые взорвут ваш мозг. Тобро пожаловать, ребята, на загадки, которые проверят вашу логику и внимательность. Обязательно досмотрите до самого конца и в конце напишите количество решенных вами загадок. Поехали! Смотательно на две картинки и найдите на них пять отличий. Так, лапка, поплавок, хвостик, отверстие, не буду даваться подробностей. А, Егорка, всё, я нашёл. Я нашёл, воронка, воронка. Если вы были достаточно внимательны, то нашли все отличия. Ставьте лайк, если справились. Из банка была похищена крупная партия золота. Детектив задержал трёх самых известных грабителей. Он знал, что преступление совершил один из них. Полицейский допросил каждого. Джон сказал, что он не совершал ограбления, так как был за городом в тот день. Ну да, алиби. Том заявил, что не совершал ограбления, так как он и так достаточно богат. Ха. Майкл сказал, что ограбление совершил Том. Детектив знал, что только один из подозреваемых говорит правду. Кто же говорит правду и кто совершил ограбление? Не, ну тут, конечно, надо думать. Был за городом. Он богатый, а этот совершил Том. Этот его сдал. Ёлки-палки. Если рассуждать логически, то можно без труда решить эту головоломку. Ну-ка. Мы знаем, что из всех подозреваемых только один сказал правду. Поэтому, если Майкл является грабителем, то тогда оба остальных подозреваемых говорят правду. А это противоречит условию. Если предположить, что грабителем является Том, то значит, что Джон и Майкл говорят правду. Это снова противоречит условию. Получается, что ограбление совершил Джон. ТОЛУ. В этом случае показания Тома правдивы, а показания всех остальных подозреваемых ложные. Я все равно не догнал, ребят. Настолько я глуповат, что ли? Я правда не могу врубиться вот в эту задачку. Путешественник попал в плен к дикому племени. Вождь отказался его отпускать. Он сказал, что если путешественник хочет остаться в живых, то должен жениться на дочери вождя племени. Однако для начала мужчине нужно отгадать, кто из трех девушек является дочерью вождя. ПОПАДОС. Если путешественник справится с заданием, то останется в живых. Итак, кто же из трех девушек является единственной дочерью вождя? Все, вот это центральное. Почему? Потому что у нее кулон. Кулон такой же, как у этого парня. Остальные просто мимо пробегали, так сказать. Это полегче. На груди у вождя есть медальон. Точно такой же медальон есть только у одной из девушек. Именно она и является единственной дочерью вождя. Посмотрите внимательно на изображение и ответьте. Чей муж беднее? Интересно. А что? Состояние мужа оценивается в колясках и в одежде девушек? Если вы были внимательны, то заметили, что у одной из женщин на нескольких вещах есть бирки из магазина. Она и снимает их, чтобы сдать вещи обратно. Значит, именно ее муж беднее. Разумная женщина! Был написан пример, который был совершенно неправильным. Студентам нужно было сделать его математически верным с помощью лишь одного действия. При том, что ничего дописывать и дорисовывать нельзя. Как решить эту задачу? С чего? 8-8-64, если повернуть. С помощью одного действия. Уверен, не все из вас справились с этой загадкой, несмотря на то, что решение довольно элементарно. Вам всего лишь нужно перевернуть... Перевернуть! 16! И тогда этот пример будет абсолютно верным с точки зрения математики. Ну додуматься же до такого. Номер 11. И еще задание на внимательность. Ага. Найдите на картинке двух одинаковых... Ёлки-палки, они такие вкусные! Вот прям сладенького захотел. Ну очевидно, это вот эти два пирожных. Что?! Ёлки-палки! Вот это я невнимательный! Ну вот два мячика. 100% вот эти. Вот эти два мячика, ребят. Вот 100%! Вот зуб даю! Йес! А вот здесь немножко посложнее. Так, 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 так. Так, так. Вот эти. Вот эти два грибочка. Да! Париж. Рим. Амстердам, если я не ошибаюсь. Там такая речка есть. Я там не был, конечно. Но... Да. Вена. Вена столица Австрии! Австрии! Сеул! Вот, вот тут вот... Если я не ошибаюсь, то это Южная Корея. Вот, наверное. Потому что... Да! Токио, Япония. А Северная Корея вот точно немножко подзабыл. Ладно. Рекявики. Это вроде... Итак, Ирландия, Исландия. Исландия, это отдельный остров, если я не ошибаюсь. Монте-видео. Чего себе, это точно не Бразилия. Точно не Уругвай. Наверное, это Перу. Нет, Колумбия. Вероника уехала в долгожданный отпуск на море. Она проводила много времени на пляже. Однажды, во время купания, ее ужалила медуза. Ух ты. Выйдя из воды, Вероника начала кричать. И быстро подбежали трое мужчин. Каждый из которых представился спасателем, который работает на пляже и готов помочь. Я понял. Первый мужчина предложил Веронике бутылку с питьевой водой и сказал промыть ей рану. Второй мужчина порекомендовал Веронике ничего не делать. Просто посидеть на солнце и подождать, пока пройдет само. Третий мужчина предложил принести немного морской воды и промыть рану ей. Помогите Веронике. Она же там была. Кто из мужчин настоящий спасатель и ему можно верить. Как бы промыть водой обычной, без соли морской, скорее всего. Если вас ужалила медуза, то ни в коем случае не стоит оставаться на солнце и просто ждать. Также опасно промывать рану питьевой водой. Это только ухудшить ситуацию. А вот использовать морскую воду, чтобы промыть рану, это правильное решение. Так что настоящим спасателем является третий мужчина. Задание на внимательность. Кто из них лишний? Кто лишний? Кто лишний? Так, казка на месте. Меч на месте. На коленике на месте. Рука на месте. Щит на месте. А у него пояса, пояса. Так, здесь, здесь корона, пояс, ботинки. А вот, вот этот плащ у него нету строчки. Да. Так, так, Вер на месте. Корона на месте. Сережки. Ну же, ну же. А, вот корона, 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 корона. Вот этот. Здесь, здесь, здесь волшебник, волшебник. Вот здесь у него шляпа. Без звездочек. Фух, это сложно, это сложно. Ребят, я знаю ответ. А вы? Ну, как бы, женщина тоже может не брить ноги. А может и нет. Хм. Вот это уже поинтересней. Так, я думаю, это вот эта вот В-картинка. Потому что правый уголочек у нас от большого кружочка. Д. Или стоп. Да, это Д. При какой ситуации, видя красный, вы двигаетесь вперед, а видя зеленый, останавливаетесь? Красный. А что красный? Сигнал светофора? Вы двигаетесь вперед. Красный, аж зеленый вообще. Правильный ответ. Когда едите арбуз? Гениально. Что теряет голову каждое утро и получает ее обратно каждый вечер? Типичный ученик школы. Потому что когда ты приходишь в школу, тебе все время говорят, а голову ты не забыл? Ответ. Подушка. Сколько здесь квадратов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Если вы были достойно. Сколько треугольников вы можете найти в этой фигуре? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Правильный ответ. Семнадцать треугольников. Оу. Я успел за указанное время. Ух ты ж. Ну тут полосочки, да? Одна туда, другая влево, другая туда, другая влево. Значит, надо туда. Четыре. Четвертое. Нет, третье. А, все, я понял. Каша с маслом. Выпивка. И я в маске. Каша с маслом. Сует под снегом и дождем. Девочка на мокрой дороге. Может, девочка, танцуй какая-нибудь. Не знаю. Непогода в кра... Гуф. А разве гуф? Какое-то животное. Крокодил, если я не ошибаюсь. Оно вообще рябит в глазах. А-а-а. Долго на это вообще, в принципе, смотреть не получится. Это... Это панда. Ух ты, пираты какие. Два одинаковых. Два одинаковых. Два одинаковых. А-а-а. Вот эти два. Нет, у него штаны... Трусы разные. Вот эти два. Нет. Нет. Они рядом вообще стояли. Не заметил. Так, галстук на месте. Это на месте. Реснички на месте. Язык на месте. Наверное, все дело в этих... Нет, точки на месте. А здесь что? Я не могу понять. Так, 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 так. Вот, нет. И что, я нашел, нашел. Есть, я был раньше. Не понимаю. Куда смотреть? Помогите найти Гарри. Помогите найти Гарри. А здесь что? А здесь что? Рука на месте. Так. Эммм. Красиво. Загадки были действительно немножко сложные. Особенно с отличием. Вот пишите в комментариях про того мужчину, если вы понимаете. Какая песня ваша самая любимая? Тоже пишите, ставьте лайк, если вам действительно все понравилось. Подписывайтесь на канал. Я стреля beers впервые, чтобы ничего больше не пропускать. Рассказывайте друзьям об этом видео. Пусть тоже проверит себя. На внимательной. Жмите на ту же точку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы. Это специально для вас. А это еще одно классное видео. Загадками. Проверьте себя. С вами был как всегда. Я. А ради здоровья. Вам счастья, успехов, всего самого наилучшего. Берегите обзор на себя и своих близких, хорошего настроения. Будьте счастливы, будьте здоровы. И увидимся уже в новых видео. Пока.